Я еще раз буду благодарить вас. Дорогие друзья, я попытаюсь как-то поприветствовать как своих старых, так и своих новых знакомых. Новые незнакомые лица есть, это просто здорово. И хочу немножечко похвастаться из событий жизни личные. Мне за последние несколько лет своей жизни все-таки удалось стать кинематографистом, создать один комитетный продукт, взять несколько интервью. Я хочу представить одну прекрасную даму. Нина Олеговна, представьте, пожалуйста. Это звезда команды КВН Московского теоретического института, самый-самый первый. Я недавно у нее взял интервью, и я считаю, что я перед этой прекрасной дамой выполнил все обязательства, которые я перед ней брал. Я для нее собрал полный концертный зам Московского физико-технического института. То есть есть более 500 просмотров. Она рассказывает исключительно вещи. Все, кто интересуется зарождением КВН Московского движения и культурной жизни 60-х годов советского воздействия, пожалуйста, милости просим. Это пункт первый. Теперь пункт второй. Непосредственно к теме доклада, которое я хочу сказать о достижении Российской медицинской научной школы. Мне очень хочется начать с чего-то колкого, с чего-то не очень оптимистичного. Мне хочется начать с того, что, к величайшему сожалению, начиная с того момента, как сформировалось наше обвинение под рабочим названием «Проект цивилизации», хотя, разумеется, были и другие проекты, были и проекты «Хронотрон», были проекты «Многохронологии», наше обвинение превратилось в своего рода научный гайдпарк, который подчиняется всем законам развития научного гайдпарка. Тот, кто хочет сказать, тот это сказал. Тот, кто хочет донести до широкой публики информацию, тот эту информацию доносит. Было проведено более 200 семинаров, выслушано более, с надежки зрения, более сотни докладов, и было проведено 40 конференций. К величайшему сожалению, центра по упорядочению информационных потоков у нас не было. Было очень трудно сказать вообще, к чему мы стремимся, к чему мы идем. Гайдпарк был со всеми ее вытекающими населениями достоинствами и недостатками. Примерно, ваш покорный слуга не всегда вел себя примирительно в отношении к этому факту. Пытался как-то сделать все от себя зависящее, что процесс как-то упорядочить, с какой точки зрения упорядочить. Поскольку, если мы здесь пришли на том научном импульсе, что все традиционная история, традиционный культурный код, это явление в общем-то в нашей цивилизации, отнюдь не безгрешное, хотя и общепринятое, я всегда пытался задать вопрос. Можем ли мы выработать некий другой культурный код? Можем ли мы для этой цели развить несколько научно-исследовательских проектов? А если можем, то что мы хотим исследовать и на каком основании? Потому что, к величайшему сожалению, тот материал, который можно исследовать просто так, что-то посчитав, сходив в какую-то библиотеку, просто полазив по интернету в достижениях последних 20-30 лет человечества, этот материал достаточно быстро исчерпывался и так далее. Но тем не менее, до сих пор мы одноклассники и одноклассники задают вопрос, а что? А за что вы, простите, на уроках древнего мира, в пятом классе, в советских общеобразовательных сокол, получали пятерку? За то, что, простите, мы отвечали о том, что якобы существовали некие датированные мифологены. Что делать с этим датированием мифологенов и как с ними бороться? Было не очень понятно, только есть один способ, это выработать свой собственный, действительно научный, культурный код. Это моя точка зрения. Кто-то, если зайду на дискромности, в 2006 год, может быть, помнит, был такой Алексей Борисович Никольский, Ник Пиркс, может быть, кто-то такую персону помнит, сейчас он жив, здравствует, к великому счастью. И вот он, фактически первый, отреагировал на мою заметку на форуме в 2006 году. Ребята, давайте, дамы и господа, давайте приведем в нашей деятельности какой-то более не упорядоченный характер, я как-то попытался было нарисовать то, что мы должны исследовать. Это было резко разно, но, тем не менее, кое-что с тех пор получилось. С тех пор получилось по нескольким параметрам одновременно. Я повторюсь с тем информационным блоком, который я проносил на некие конференции, которые я доносил на некие конференции несколько лет назад. К нам очень хорошо относятся к одной из кафедр, кафедра концептуального анализа и проектирования Московского физико-технического института, научным сотрудником, которым я являюсь. И пункт второй нам очень хорошо относятся представители такого духовного течения, с которым мы совпадаем по системе духовных ценностей, полностью совпадают. Это славянское родновение. Более того, представители одной из отделений регулярно говорят, Владислав Тадоушич и ваши дорогие коллеги по исследовательскому цеху, ведет как-то более-менее до менее-более пунктного состояния того, за что вы начали. Там, по крайней мере, единственное слово звучит нормально, открытым текстом, то, что ваш покорный слуга очень хвастливо рассылает в частном порядке всех своих друзьям. То есть идет такой хвастливый информационный блок, что вокруг Славяния, который разгадал тайны иудейского летосчисления итальянам мусульманской, а сейчас можно еще и тайны фологемы, как называемой Римской империи, можно рассказывать. Это жутко нескромно, это невообразимо нескромно, но в школе славянских волков в городе Калуга это уже преподается. И мы этим уже начинаем понемножку пактиться. Значит, что здесь в данном случае предлагается? Сейчас я буду просто делиться в известной степени творческой формы, потому что, с моей точки зрения, наши коллеги из Славянских формоверов, они были абсолютно правильными ключами. Если у нас в Министерстве образования оно является непробиваемым, то вполне пробиваемым является система образования независимого. от нашего замечательного министерства образования, что я в данном случае предлагаю. Я дублирую ток материал, который примерно год-то как четыре назад писал у меня на Дзен-канале, а именно то, что вы можете считать нашими реальными достижениями. Всего то, что мы на работе за 20 лет. Первое. Станислав Георгиевич Пахровский, я надеюсь, многие помните, 8 лет нет с нами. Это экспериментальное продажение радиогрового метода С-14, определение возраста малых изделий. Говорю сразу. Стаса Пахровского, тот материал, который он оставил, он с натяжки зрения по некоторым вопросам, он его отдаёт до конца, по некоторым вопросам он где-то его до конца. Я хочу про него сделать пяти материал. Входят в творческие планы или хотя бы текстовой материал, что более-менее, менее, более преподнесли. Это то, что есть пункт номер один, который достанет внимания. Второе. По строению диалектической схемы должна нечем легко доступность и нетрудно добываемых рук. Замятая источниками топлива, залежи угля или лесов, где источники подола с одной стороны. И готовых транспортных стрелок другой – это Игорь Владимирович Давиденко. Он здравствует, я с ним переписываюсь. Географически он живёт в метро Розанский проспект и в каждой весне упоминает свои планы смелой относительной жизни дожить до 90 лет. Он этого хочет дожить до 90 лет. Когда ваш покорный слуга работал материалом под названием «Рыцарь трёх океанов» и как-то пытался воспроизвести историю мореплавления, разумеется, имя Игоря Владимирович Давиденко упомянуто было. Может быть, из всех учёных, которые занимаются цивилизационным исследованием, не он был первым, который обратил на это внимание между связью между, казалось бы, геологией, то есть, это, простите, добыча черных металлов, далее металлургия, то есть, изготовление, выкладка металла, далее уже идёт, соответственно, обработка металла, изготовление металлических инструментов, и, простите, это было строение. Может быть, не он был первым, но именно Игорь Владимирович Давиденко как-то умудрился поставить эту проблему в пиар. Следующий пункт. Открытие общей тенденции и развитие шкурса расположения в произведении на хромической оси Александра Михайловича Джабинского, так называемого синусоида Джабинского. Александр Михайлович должен был сегодня быть здесь, я на него рассчитывал. План смелый входит в взятие в его интервью. Дальше. Раскрытие о том, что виновения черной металлургии статистическими методами Всеволода Арнольдовича Беляева с 2008 года. Вот, пожалуйста, его родной брат Леонид Арнольдович здесь присутствует. С 2008 года Всеволод Арнольдович величайшим к сожалению с нами нет, но тем не менее то, что он подал, мы берём статистику по черной металлургии и на основании статистики по черной металлургии, которая берется различных энциклопедических источников, ну и на основании такого приёма, как положительная обратная связь. Немножко разбираясь в этих проектах, я думаю, что это что такое экспонент, а то, что на основных не получается. Вот, соответственно, эта идея Всеволода Арнольдовича Беляева. Дальше. Михаил Николаевич Рыжов и его работа технологии в археологии, блестящая научная работа, которая была, есть и будет, в основном цитировании. Он совершенно чётко показал, как пункт первый. В настоящее время создаётся некий артефакт гекотехнической дели, всё, что угодно, некое реально достижение техники, и тут же появляются группы мигпотворцев, которые это техническое изделие относят в глубокую древность. Тут же. Это Михаил Николаевич Рыжов, я тоже его мечтал увидеть здесь, но мы регулярно с ним общаемся, но, по крайней мере, та работа, которая, собственно, объясняет достойно упоминания. Дальше. Георгий Михайлович Герасимов, к величайшему сожалению, ушедший из радаров, он находится в очень труднодоступном состоянии, 57-го года рождения, его работа под названием «Теоретическая история». Хотя лучшее, из-за голосовского диалектического наследия, он написал эту работу. Он кое-что начал, кое-что у него доведёт до конца, кое-что доведёт до состояния своих так называемых полуфабрикатов. Ваш покорный слуга при создании своих научно-популярных творений частично опирался на его метод. Идём дальше. Установление методов и артических статистики и радофактов из области климатологии, в том числе в связи с историей народонаселения, геоциологии, физической географии, геологии, палеонтологии, геологического прошлого планеты, основной историей катастроф и биологии прошлого с охватом времён вплоть до ледникового периода. Андрей Георгиевич Степаненко. Он здравообсловно регулярно переписывается, он живёт в одном из южных городов нашей страны. Я жаловался, что сейчас абсолютно у него не лучшее состояние здоровья. И применение исследования общественного процесса в прошлом, в частности, истории Евразии, Америки, антистического метода и получение ряда результатов Игорь Юрьевич Ильич Шголин, то же самое человек как время от времени пропадает с радаров. Сейчас я последний раз лет пять или шесть с ним общался и, как говорит, безусловно, человек достану всяческих вопросов, я ничего про него не знаю, в каком находится. Игорь Грет, который? Да, который Игорь Грет. Он тоже, к сожалению, уже не в этом мире. А, он тоже, потому что он не рван. Леонид Ильич Романович, я вам очень признателен. Игорь Юрьевич Шголин, вот просто, когда мы последний раз виделись, это было лет так шесть или семь, нет, ну, это было лет так восемь назад. И, собственно, ваш покровный слуга, с чего рискнул начать своему учебнику логический формализм и реконструкцию истории человечества. По поводу наших достижений я говорю сразу. Самое главное, если вы считаете, что кто в этом списке, который я причем, является незаслуженным лишним, или, наоборот, для кого-то незаслуженным объединением, я здесь вижу Евгения Алексеевича. Евгений Алексеевич, может быть, я вас тоже занесу. Можно? Ваша работа по правительству государства российского. Здесь тоже. Слишком мелко. Нет, но, пожалуйста, Евгений Алексеевич, это ваше мнение. Что мне сейчас очень хочется, я беру распечатку номер два. Я благодарю Александра Сергеевича Гринина еще раз за эти распечатки, которые он сделал на моей просьбе. Сейчас планы смело достаточно пород. каким-то образом умудриться это все не читать в видео-виде, в видео-виде и вынести на суд уважаемые публики. И уже на основании вот этого вот реакции уважаемые публики на данную совокупность видеотворений, я хочу сакцентировать внимание необходимостью не только печатать работу и не только видео-розет, уже как-то более-менее-менее говорить нашим потенциальным партнерам, потенциальным союзникам, нашим соратникам, всем тем, кто не худшим образом подносится. Сейчас я хочу ознакомить пример неплановиться. Пункт первый наше достижение это то, что я уже попытался воспроизвести. А можно да, господи Светлана, что можно? У меня несколько списков, может даже и не к вам, а просто как всем вопрос. Вы Покровского упомянули, а вы не знаете кто такой Белюров и Беспамятный? Это один и тот же человек. Вы знаете, я, к сожалению, не господин Белюрова, не господин Беспамятный. Вот кто такой Варнак, я знаю. А вот кто такой Белюров Белюров это берец такой. и два Покровских мотора. Если без смеха, Велюров это кто ссылается на Покровского и единственная такая глупая, которая в плане полет Американского Луна считал и двигателях один, взяв всю техническую документацию. А Гагарин в принципе считается. Вот и соответственно у него и политика такая Ведомство Пентаварова, как самочастник Пентаваров, разведка, кто занимался, возможно, вы не знаете связь, потому что он заимствовал работу Покровского по расчету и двигателя, видимо, и старта ракеты. Возможно, возможно. Я пытаюсь. То есть никто не знает, да? Вот у меня в общем пришел такой вопрос. Господин Слежин, я очень благодарен за Ваш вопрос. Вот с какой точки зрения. Сейчас, точнее не сейчас, а где-то примерно в десятых годах, когда я активно общался с нашими коллегами-историками традиционной школы, потенциальными коллегами, среди которых отношения были резко равны, том числе хорошие, потому что у него до сих пор хорошее отношение с известным и хорошо Весмогиным, с Николаем Ивановичем Ходоковским, который по причине его не очень лет молодых сейчас сидит дома. Я к нему время открыто не забегаю, было даже географически это возможно. Мы живем примерно 7 или 8 автобусных остановок друг от друга. Мы пытаемся сейчас что сделать? Мы пытаемся дать тому материалу, относительно которого беспомощна традиционная историческая наука, дать исследовательский процесс именно в той эпохе, где она, в общем-то, бессильна. Где она бессильна? Популярно объяснилось свою деятельность. Как известно, для реконструкции истории человечества идет очень серьезная реконструкция как на основании нарративных источников, то есть летописей и крови, так и на основании актов источников. То есть, например, государственных актов, переписки, судебных заседаний и т.д. Если какая-то эпоха описывается и источниками актовыми, и источниками нарративными, то есть есть и то, и другое, то есть есть мощные и хоть какие-то актовые архивы. Мы говорим, да, об этой эпохе мы можем вообще сказать уверенно хоть что-то. В том случае, если какая-то эпоха описана какими-то нарративами, то есть хрониками и летописами, и при этом она не опирается ни на какие актовые источники, то тут начинаются знаки сомнений. Сейчас примерно пробегусь по списку лекций, которые я хочу прочистить. Соответственно, первое уже, собственно, наше достижение. Второе – логический формализм и реконструкция истории человечества. Третье – метод эмотивизма. Четвертое – технократическая версия реконструкции истории человеческого развития Игоря Владимировича Давыденко. Пятое – как возникла глобальная хромология, что нам дает диалектика и двойная метона в цикл. Это примерно то же самое, что легко в работе вашей покорной слуги о рассказке тайно-удинского предочисления. Третье – тайно-удинского предочисления, что нам дает диалектика и двойная метона в цикл. Седьмое – глобальная хромология, что от них должен знать среднестатистический граждан мира и среднестатистический гражданин России. Это, собственно, тот материал, который я дал в книге, в научно-популярной версии своей диссертации, по названию «Как возникла глобальная хромология». Восьмое – мифологема, так называемая Римская империя. Девятое – мифологема, так называемого Древнего Египта. Десятое – Александр Македонский, попытка наиболее вероятной версии реконструкции. Одиннадцатая – окончательное оформление традиционной хромологии и профессии традиционной истории. Кстати, вот эту вот одиннадцатую лекцию я планирую как раз по мотивам работ недавно от нас ушедшего, Владимира Анатольевича Иванова, более известного комбиста. Ирония ситуации такова, что, фактически, единственную научную работу, которую более-менее спят на миг, более-менее нормально написал – это как раз работу по этой теме. Ваш покорный слуга, собственно, счел своим священними долгами его пространное выступление на форуме и его спексирует. Двенадцать – иохимфлорский и иохимизм, как глобальный контртезис с коридером сэкономологии. Третий – или в порядке дополнения акционов, или в порядке дополнения другой лекции, что мы здесь написали, или передачи источников с коридера. Четвертый – уже писал, уже говорил Александр Михайлович Жабинский, «Синусоиды». Пятнадцать – география Велевчика и географические открытия. Шестнадцать – «Магеллан-500». Кстати, по «Магеллан-500» снято более десяти интервью. Ближайший план «Смелый», как-то это все более-менее в порядке. Четвертое событие 503-е с момента плавания «Магеллана» было совсем недавно. Ну, а вот в нашей исторической науке есть четкий информационный пол. Постановка под сомнение этих факторов. Семнадцатая – «Разгадка первого плавания Кургавки». Семнадцатая – «История великих географических открытий и проистория Латинской Америки». Проект «Кондики-21». Девятнадцать – «А если разгадка корней хронологии Руси, воздействие в обязательном порядке». К величайшему сожалению, это человек, который с нами и есть, и нет одновременно. Это Женя Евгений Валентинович Сахаров, который, к сожалению, инвалид второй группы. Тем не менее, он соблюден творческий обмен. Второй – «Год 1240» и «Татарский вопрос». Двадцать – «Груновская бита». Двадцать вторая – «Разгадка корней хронологии Руси, воздействие в 20-х». Двадцать вторая – «А археология и элементы исторической друктуры». Двадцать четвертая – «Итрига Чёртового городища». Опять же, есть роскошный юмилел. Двадцать пятая – «Хрым и Тамальный в Переподный период». Двадцать шестой – «История о строении Сибири и Севера и Дальнего Востока». Это «Продолжение истории РГУ». Двадцать четвертая – «А мы уже служили интрига открытия Курсиамура». И двадцать восьмой – «Продолжение измерения толгот и разгадка тайны Библии». И двадцать девятая – «Святой Донавенбург и святой донавенбург и святой донавенбург и теологии и светской наукой». Все это было достаточно обширно. То есть, если у кого-то есть какие-то идеи, мысли, смелые предложения, с этим обращаться ко мне можно. Я сейчас… Валерий Викторович, я уложу сюда, да? Всё, да. Можете вопросы? Да, можно в коридоре… Нет, сейчас, я сейчас тебе собрал. Почему ты считаешь, что актов есть можно? Массовые актовые архивы? Массовые архивы? Массовые не подделывают. Ну, пока нет, вы должны это делают. Подделывать.